Всем привет, ребята, с вами я, Зейн. Не ожидал, что буду сегодня вечером записывать видео, но, в общем-то, в этом видео будет также и геймплей, как я проходил эти квесты. Кто не знает, у нас уже вышел ивент, вернули Санбира, три квеста всего, вот такой вот ивент. И ещё пять секретных нычек, про которые я вам сегодня также расскажу. В общем, Онед добавил нам гольф в Бесварме. Если честно, я хотел записать это видео завтра и думал, что ивент не выйдет прямо сегодня, но он вышел сегодня. Я за этим, если честно, не следил там за его датой, но факт есть факт. Вот вам фотка, как это всё выглядит. Вот у нас Санбир, машинка и как раз-таки лого этого ивента. Также у нас добавлены вот такие шарики, которые спавнятся на полях, вы их ломаете и после того, как набиваете достаточное количество пола, на которое они требуют, вы их можете кинуть. Потом, когда будете видеть мой геймплей, как я проходил квесты, вы тоже увидите, что я очень много тупил. Но, в общем, как я это понял? Вам нужно стать шифтом, повернуться к этому мячику, выбрать там уже траекторию, то есть отойти-подойти и просто нажать. Потому что я потом, увидите, там подбегал к нему, как-то тупил, но вообще-то вот так вот я понял, как это делать. Также тут полностью реализована система очков, которая на самом деле ни на что не влияет. Не знаю, зачем Онед добавил, наверное, просто по приколу. А также вам дается вот такой вот баф. То на самом деле самое имбовое в этом обновлении, потому что получаете 25% конверта, синий, радуйтесь. Квеста у нас всего 3, каждый квест, понятно, сложность разная и каждый из них связан с гольфом. В общем-то, в первом квесте вам нужно просто собрать 200 полона, а также закинуть мячик на Дондельон поле. Квесты вышли довольно легкие, потому что они рассчитывались на игроков, которые вообще не играют в БСС, поэтому вот такие вот цифры. И вот, что вы получите также за этот квест. Давайте теперь второй. Во втором квесте уже немного потяжелее. Убить целых 2 Фина Битла, я надеюсь, с этим игроки, которые не играют в БСС, справятся. Закинуть целых 2 мячика, а также активировать таргеты, именно мишени. Они тут уже появляются на этом этапе, это просто штуки, куда вы также закидываете мячик и вам выдают какие-то награды. И вот награда за второй квест. Третий квест тоже немного добавляется утяжеление, помимо того, что уже и до этого у нас были заборчики, которые двигались, теперь также добавляется еще грязь. Если мячик попадает в эту грязь или вылетает с поля, то он просто деспавнится и потом появится новый, который вам опять же нужно будет довести. Вообще-то самое тяжелое в этом квесте, как по мне, это забить эти 3 мячика на Санфлавре, потому что там очень довольно много грязи и нужно там повысчитывать немного углы. Забить с первого раза, то есть hole-in-one тоже, как по мне, довольно легко, я это делал на Blue Flower, там это спокойно можно сделать. Ну и все остальные требования, понятно, подстраивались под игроков, которые вообще никогда не играли в BSS, потому что что такое obtain trip, челый? Ну это просто смех какой-то. Ну и вот награда также с этого квеста. Вам также там будут выдавать бейджики, вот эти все дела, но также тут есть еще 5 спрятанных приколов, про которые вот я как раз таки хочу рассказать. Я буду сразу прикреплять картинки. В общем-то первый спрятан у нас в тикет-магазине, второй у нас в нуб-магазине, третий у нас спрятан на санбировой машинке, четвертый возле елочки и пятый спрятан на Blue Flower Field. В общем-то вот и весь контент, вам за это дадут бейджики. И все, ребят, буквально все, давайте сейчас немного расскажу про свое мнение, а потом просто в виде нарезочки вы посмотрите на то, как я прошел эти квесты. Понятно, что после ретро-челленджа многие ожидали намного большего, но я не хочу в этом как-то винить он это, потому что на самом деле нас сейчас бизнес и делать какой-то мега-ивент, это не прям чтобы было бы как-то круто. А на самом деле он вернул санбира, то есть этот ивент как будто создан для того, чтобы показать, что про этого медведя не забыли. Так что, возможно, он еще появится и в дальнейших ивентах, возможно, он и теперь будет участвовать во всех таких ивентах, и на каждый такой ивент у нас будет прилетать санбир и давать нам какие-то кусты. В общем, в принципе, было прикольно, было необычно покидать гольф-шары на БСС-полях, но, конечно, квестов довольно мало, ребята. То есть, хотелось бы побольше, там, квестиков хотя бы 10, там, различные какие-то преграды, еще там что-то, возможно, даже отдельная локация для гольфа, но, в принципе, почему бы и нет. Просто отвлечься от бисмоса, покидать там гольф-шары, в общем, прикольно. Теперь давайте к геймплею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... В общем, ребят, вот такую вы нарезочку только что посмотрели, с музычкой, надеюсь, было прикольно, постарался быстренько нарезать, вырезать всякие мои тупые моменты, и, в общем-то, вот так вот закончился для меня этот ивент. Что могу сказать? Да, мало, но прикольно. Если будет такое часто, то почему бы и нет? В общем-то, он эту респект, потому что из-за него я смог снять это видео, поэтому в любом случае это хорошо. Всем спасибо за просмотр, не ожидал, опять же, что буду снимать сегодня вечером видео, но если вы его посмотрите, то можете там поставить лайк, подписаться. А также в связи с тем, что YouTube уже замедляют, и дальше, думаю, будет только хуже, советую вам перейти ко мне в Discord, потому что вся дальнейшая информация, если что, будет про меня там. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!